всем привет сегодня у нас колоссальная музыка точнее не у нас у нас тоже да у меня пластинки колоссальные совершенно хотя называется группа по-другому называется она колоссиум но иначе как колоссальная группа колоссальная музыка ее назвать трудно первая пластинка вышла в 1969 году вторая пластинка вышла тоже в 1969 году знаменитая valentine suite у колоссиум гораздо больше пластинок чем 2 я показываю 2 потому что они по-хорошему похожи одна на другую и в принципе их можно рассматривать как двойной альбом колоссальной группы с колоссальной музыкой что же это за музыканты такие-то вкладочка из первой пластинка до первая пластинка называется очень правильно как любят называть настоящие рок музыканты свои альбомы простенько и со вкусом идущие на смерть приветствуют тебя до хура ибо вот туда и салют ю скромненько понятно и кратко джо хайсман ударные дик хэкстел смит тенор и сопрано саксофоны дэйв гринслейт органы вокал тони ривз бас-гитара джеймс литтер лэнд вокал и гитара музыканты знали друг друга задолго до образования группы колоссиум например дик хэкстел смит джон хайсман и тони ривз бас-гитара играли вместе джоном майлом в частности записали альбом бэр лайер знаменитый прекрасный альбом до этого они играли с грэмом бондом до этого играли в ряде джазовых проектов прошли все конечно через алексис конор инкорпорейтед в лондоне в общем компания была теплая в какой-то момент времени они решили поиграть вместе пригласили дэйва гринслейда замечательного клавишника как который может поспорить и с китом эмерсоном и с кем угодно из тех кто играет рок музыку на клавишных инструментах и образовалась группа когда ну литерленда лизерленда или литерленда пригласили замечательного гитариста и певца а также автора музыки и образовалась вот эта замечательная группа колоссиум я познакомился с этой музыкой через сашу старцева году в 80 наверно восьмидесятом или в семьдесят седьмом или в семьдесят восьмом где-то вот в те времена саша старцев замечательный парень к сожалению уже его в материальном мире с нами нет он обладал очень хорошей коллекцией пластинок в те времена еще в советском союзе он познакомил меня с колоссиумом познакомил меня собственно с группой крим а сашу звали саша с кримами потому что в те годы уже у него была полная коллекция эрика клептона но тех пластины которые уже вышли к тому времени весь крим эрик бёрден animals и все 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 что вокруг этого британского блюза так вот спасибо саша старцев за знакомство с колоссиум музыка на редкость динамичная на редкость мощная на редкость крутая в хорошем смысле этого слова яркая и при этом для слушания очень комфортная что не так уж часто сочетается я показываю еще раз первую пластинку вот эту идущий насмерть приветствует тебя наверное в те годы я имею ввиду 69 70 это было если не самая лучшая группа британии смысле блюза и джаза то самая мощная самая громкая самая яркая самая интересная наверное это абсолютно точно то что она была самая мощная это без вариантов потому что стоит вам послушать хотя бы начать с первые вещи на первом альбоме walking in the park называется она песня грэма бонда что они из нее устроили это такой джаз блюз рок все вместе с лито спаяна с дикой совершенно громкостью не побоюсь этого слова с удивительным гитарным соло лизерленда саксофонными кусками сольными и такая оркестр тут трубач еще играет на первые песни на walking in the park приглашенные такая духовая пачка гитара бас барабаны джо хайсман ударник в общем конечно больше джазовый нежели роковый но играет рок в этой джазовой своей манере играет очень много очень много звуков издает и все по делу все ничего лишнего хотя кажется что ну прямо все заполнено барабанами но очень здорово звучит plenty hard luck следующая песня дуэт гитары с гитарой лизерленд играет наложением естественно очень интересно очень здорово тоже блюзовая призыва кин и на the park это такой джазовый тяжелый джазовый блюз plenty hard luck полегче но все равно блюз все равно от блюза никуда этим людям не выйти мандарин следующее полотно навеяно японскими гармониями но очень странная очень странная такой настоящий арт-рок уже пошел просто попер соло на бас-гитаре невероятное не по технике невероятная по мысли очень интересная потом включается какая-то обработка на бас-гитаре который я не понял я не знаю что это за штука но бас-гитара начинает играть с искаженными с искажениями с такими напоминаем звуки софт-машин так таки очень странно очень интересно очень приятно последняя вещь на первой стороне дебют которая вламывает так что кажется что раз это дебют то что же будет дальше уже непонятно на второй стороне билл и айдосов матч песня которая меня ввела в задумчивое состояние потому что мне показалось что колоссиум вдруг начали играть версию песни про колхаром и white a shade of pale только в 10 раз мощнее в 10 раз шире и развернутей но потом по размышлению я понял что это не про колхаром это баховские все-таки такие настроения которые у про колхаром присутствуют вовсю и здесь тоже они присутствуют здесь они отошли от блюза в этом произведении и сыграли такие баховские уже штуки и дэйв гринслейт себя проявил вовсю на клавишах также как и на саксофоне собственно говоря хэкстел смит дик хэкстел смит также как барабанщик джо хайсман джазовый хэкстел смит один из крутейших британских саксофонистов того времени который играл в два саксофона что стало потом достаточно модным но не он первый эту штуку придумал но тем не все что не играет все что не играл хэкстел смит а он очень много где играл в разных проектах и очень долго чтобы он не играл какую бы лирику он не играл все время кажется что он играет абсолютную истерику у него в звуке всегда присутствует истерика здесь это очень здорово потому что группа все-таки играет рок колосиум дорогшего before backwater blues тяжеленный настоящий развернутый джаз роковый блюз дросси балла туда и это просто уже куда-то в сторону king crimson такие отсылы но king crimson у них же тоже очень много джаза очень много джаз рока очень много фри джаза но у crimson это такая небесная музыка черная небесная ночная тяжелая и очень серьезная музыка а здесь все то же самое по фактуре я имею только только о фактуре речь все то же самое гитара бас ударные духовые и в общем роковая такая минорность присутствует в хорошем смысле свирепость и злость но она какая-то такая драйвовая и не скажу что веселая но живенькая второй альбом вот этот валентine sweet он с одной стороны еще более блюзовый но блюзовый поймите правильно не такой блюз как какой играл и клептон там а блюз с пачкой духовых с мощными джазовыми как я уже говорил ударными с развернутыми полотнами с вкраплением то индийской музыки восточной музыки то каких-то латиноамериканских штучек дух неожиданно появляется такое смешение стилей просто прекрасно и все это очень логично очень не выдумано все все как-то все как-то очень легко у них это льется при этом очень тяжело вот так привет и очень комфортно по звуку ничто не обламывает очень все хотя и резкие истеричные саксофоны и масса ударных все он очень-очень комфортно очень прям погружаешься так эта музыка так себя охватывает она не обволакивает какими-то такими вот мягкими одеялами она так охватывает и в ней живешь так и хорошо и хорошо да кеттл сразу вруб мощнейший элеги это только одно название что это элегия на самом деле там никаких элегий там ого-го что батис блюз понятно что это хороший тяжелый гитарный гитарно-саксофонный блюз для машин диманс сакрафайс достойное завершение со всем оркестром первой стороны но а вторая сторона это отдельная история это Валентайн Сюит это Сюита она может поспорить с Таркусом Эмерсон Лейкенд Палмер вовсю и вообще это одно из самых интересных наверное артроковых прогроковых произведений британской музыки 70-х годов может поспорить из Прокол Харум из Эмерсон Лейкенд Палмер и с ЕС и с кем угодно это такая монументальная вещь очень интересная многочистевая хотя здесь обозначены всего три части но по музыке их больше формально если неформально а когда начинаешь слушать грандиозное вступление оркестровое практически симфоническое джаза уже здесь немного осталось джаз осталось только в инструментарии разве что в саксофоне практически симфоническая такая вступа большая довольно довольно длинная но не утомительная очень интересная и потом начинается полный разгул уже Дэйва Гринслейда у Гринслейда много кстати сольных пластинок достаточно они весьма дорогие и не часто их увидишь по крайней мере в магазинах в виде новоделов я их не видел вообще ни разу а оригинальные пластинки достаточно дорогие и достать их не очень просто у меня кстати говоря нету у меня были в свое время компакты куда-то я их задевал как и все свои компакты остальные вот после этой вступы значит начинается раздуль Гринслейда и про Эмерсона как-то про Эмерсона не забываешь никогда Эмерсон никуда не уйдет из нашего сознания но все разговоры о том что Таркус и Брайан Сауэд Саджири это феерически неповторимые единственные возможные произведения в стиле рок симфо-рок арт-рок прок-рок там что угодно 70-х годов что это вершина нет это не вершина потому что здесь вполне 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 достойная замена и Хамонтарган со всеми прелестями Хамонтаргана с Лесли там со всеми скрипами свистами бжиканьем улетами потом начинается клавесинная часть не менее интересная и все это уходит в традиционную по-хорошему грохот группы колоссиум но очень мелодичный грохот очень комфортный очень музыкальный очень четкий точный и тут интересная такая штука присутствует разные критические статьи я читал про этот альбом пишут что в мастеринге пластинка нуждается не нуждается она в мастеринге потому что здесь есть такая пиковая часть уже ближе к финалу где-то на две трети на двух третях произведения валентайн свит когда общая громкость вдруг неожиданно вырастает то есть самый мастер волиум как будто так раз так процентов на 40 примерно и начинаешь просто дурить потому что пластинку слушай слушаешь в общем громкостью себя повернул на усилители да и слушаешь и вдруг музыка делается в полтора раза громче не ставлю чего сама по себе так записано так спланировали артисты когда сводили это все мы стерили раз так мастер волиум процентов на 40 потом обратно тихонечко такой удар сразу в общем колоссиум это не что это одни из самых интересных пластинок наверно шестьдесят девятого года в англии два вот этих альбомов но на этом истории колоссиум не заканчивается только начинается потому что после этих двух пластинок в группу пришел крис фарлоу бокалист гитарист лизерленд ушел в коллектив под названием могл трэш вместе с джоном в этом они сыграли а потом расскажу про эту пластинку отдельно и с крисом фарлоу началась уже совершенно дикая история у колоссиум у них такие вышли пара пластинок о которых отдельно просто надо говорить что я и сделаю чуть попозже ну а сейчас вы знаете куда я пойду правильно пить пока